Я получил ответ на мучивший меня вопрос, зачем я жил. В 1942 году в окруженном фашистами Ленинграде, измученном блокадой городе, была поставлена королева Чартыша, русских Сильва. Они считали, что моя музыка поможет им дать хоть немного радости. Налет, нашли время. Неужели отменят спектакль? Не бойся. По радио передавали, что спектакль состоится в любом случае. Пошли. Если что, ты не забудь. Мне 10 лет, а то выболтаешь. Ладно, по летнему зонтику и так пойму. Ты думаешь? Если что, скажешь, что от осколков. Люда! Люда! Здравствуй, Люда. А, Витька, это ты? Здравствуй, Витя! Как хорошо, что ты тоже получил билеты. Нет, нам с Мишкой билетов не досталось. Люда, почему не пришла? Ты ведь обещала, мы тебя ждали. У нас школу разбомбило, завалы разбирали. Где же вы теперь будете учиться? Наверное, на улице Петра Скороходова. Знаешь, там старую школу. Где бы не учиться, лишь бы не учиться. Витя, а патефон достали? Ну, а как же? Мы с Мишкой целую неделю над ним мучились. Разобрали, почистили, смазали. Скори же щит, хрипит, но слушать можно. Шура пластинку принесла, умереть. Синенький скромный платочек Подолопущенный с плеч Ты говорила, что не забудешь А кто поет? Не знаю, там этикетка сорвана. Борька придет, скажет. Он наших певцов всех до одного знает. Может, и ты послушаешь? А я слышала эту песню, ее по радио исполняли. Хотите, спою? Не лезь, когда старшие разговаривают. А можно мне ее послушать? Одной? Ну, ладно, нам всем. Можно, сразу после спектакля у Мишки. Я согласна. Люда, у меня новость. Обещали на фронт взять. Тебя-то, да кто тебя возьмет? Тебе и пятнадцати-то нет. Витя на все семнадцать выглядит. Говорю, обещали, по знакомству с сыном полка. Ой, Витя какой ты счастливый. После театра встретимся у Мишки. Договорились, железно? Раз, два, три, и раз, два, три. И снова, раз и два, начинается урок. Хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три. И снова, раз и раз. Вам пойдет, наверное, в прок тренировки час. Я желаю, чтобы с вас не сводили глаз. Чтобы весь огромный зал в честь балета напевал. Ах, без женщин жить нельзя на свете нет. В них солнце мое, в них любви растет. Тут легкий флирт признанию там. Как солнце луч, приятный нам. Без женщин жить нельзя на свете нет. В них наше счастье, как сказал поэт. Трудно свершать мне слово. Без женщин жить нельзя на свете нет. В них солнце мое, в них любви растет. Трудно свершать мне слово. И я глянусь, что попаска и разбит на час. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выход! Выход! Выход, девочки! Здорово! Очень хорошо! Но футбол лучше! Это точно! Весной устроим матч века! Всем фрицам назло! А правда Эдвин похож на Вичку? Правда? Да ты что? У Эдвина глаза светло, а у Вики топнул! Как вы можете без бинокля? Пропадает мимика! Я обменяла его на гороховый концентрат! Вы можете себе представить, я видела в Сильве Ксензовского, как он был хорош, душка! Возможно! Но я слышала самого Фиона! Алексея Фиона! Какая вы счастливая! Да! Да! Воспоминуте, в новиняю Ваша слава, там в стыне, где любви проклялись! Их приправа, и овации, в бестрой смене декораций, нас поздравил мир, увесь! ПЕСНЯ 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 Люда, Люда, не отставай! А хорошо было, правда? Правда, а толкать зачем? Так интересно было, правда? Постой! Люда, Люда, ты что, с ума сошла? Давай немедленно, ты простудишься. Люда, я скажу маме, так и знай. Чего шумишь-то? Не понимаешь, что ли? Ступайте. Я сама ее отвезу куда надо, мне не привыкать. КОНЕЦ КОНЕЦ